В другом месте где-то? А, так, 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 правильно, да. В русском панале тоже что-то было? Да, да, и вам их радует. Вы услышали о рождении Господа Читания, да, рассказываете? Да. Ну, мы продолжим тему, ту лилу. Сарабхам Бхатачаре угощает Господа из Матхи Алилы, 15 главы. Текст 186, мы остановились. Прабху пашааси, сарабхама, кадина, йодагата, кали, кичу, кайла, нивдана. Как-то раз к Сарабхам Бхатачаре пришел к Читания Махапрабху. И, молитвенно сложив ладони, обратился к нему с просьбой. Все ващнавы уже возвратились в Бенгалию. Поэтому была большая вероятность, что Господь примет его приглашение. Сарабхам Бхатачаре сказал. «Пожалуйста, прими мое приглашение обедать у меня на протяжении месяца». Господь ответил. «Это невозможно, ибо противоречит правилам, которые должен соблюдать Саньяси». Тогда Сарабхам Бхатачаре сказал. «Тогда, пожалуйста, обедуй у меня в течение 20 дней». Однако, Читания Махапрабху возразил. «Для того, кто отрекся от мира, это будет нарушением заповедей религии». «Однажды Прабхупад был в учениках, и дерево были под этим большим деревом. И под деревом было очень много птичьего помета. И Прабхупад посмотрел и сказал, спросил учеников, что это все означает. Что скажете? Что все это значит? Птицы, ну их испражнения, ну что еще? Да, это понятно. Но это значит, что даже птицы привязываются к одному месту. Они здесь были более трех дней, долго здесь жили в этом месте. Даже перелетные птицы не могут привязаться к какому-то месту. Вот задача Саньяси, образ жизни так регулируется, чтобы не привязываться ни к какому месту, ни к чему конкретно. Как рассказывал касаемо Махараджи однажды, они где-то были с Раданат с вами на улице. Кошка там появилась. И Раданат Махараджи стал гладить эту кошку, авторяйте мантру, наука. А потом сказал, все, я уже начинаю к ней привязываться, нужно уходить. Махараджи Бхарата привязался к олененку. Пережурчил его и очень долгое время общался с ним. Полностью он занял весь его ум, вошел в сердце даже. Там написано в комментарии Прабхупада, что он влюбился в этого олененка. Так сильно, сильно привязался. Поэтому у Саняси есть свои правила предписания, что он должен, там есть разные формы Саняси, но в целом он должен привязываться, постепенно идти к большему отречению, от простых каких-то вещей, более-более до стадии Парамахамсы, когда он уже странствующий проповедник, ни от кого не зависит, полностью свободен. И даже прочее. Прабхупада говорил, что сейчас я завишу от своих учеников, а когда у меня не было учеников, я был полностью свободен. Он говорит, это было хорошее время. Полностью чувствовал свободу. Так, Саняси. Итак, здесь Эдуай Тачарья просил Господа читания, поскольку все в Айшнаву и Юглибенгали ушли. Никто уже так, может быть, не нуждается. Остров в его общении мало преданных остаётся. Он говорит, в течение месяца приглашаю тебя ко мне. Нужен, обед, завтрак, всё. Но Господь читания говорит, нет, я с Аняси не могу такие приглашения принимать. Тогда 20 дней он сказал. Нет, тоже 20 дней, тоже нет. За 20 дней тоже можно привязаться. Мы здесь на крыше живём. Всего несколько дней уже отождествляем себя с этой крышей. Пора уезжать. Завтра мы уже уедем. Чтобы не привязывать, то скажем, а я крышей. И всё. Будет проблема. Нас будут усилять отсюда. Или требовать деньги дополнительные. Это всё из-за привязывания. Это не наша крыша. Крыша Кришне принадлежит. Так и всё. Когда Сарамбама попросил Господа читанию, сочетанию Махапрабула, обедать у него 15 дней, Господь ответил, я отобеду тебя только один раз. Сарамбама под очарь, припав к лоте с наступом Господа, стал умолять его, пожалуйста, пообедуй у меня хотя бы 10 дней. Постепенно сочетание Махапрабула сократил этот срок до пяти дней. Так он пять дней подряд по приглашению Батайчаря обедал у него дома. Вместо одного дня пять дней всё-таки выторговал, а Два Итайчаря как-то он любил. Ну, эмоционально он очень хотел, и поскольку Госпочитание любит своих преданных, ну, много. А Два Итайчаря тоже, он как предан, где есть только отношение к Госпочитанию, хотя это Вишну Татху. Они все в каком-то смысле преданы. Друг без друга не могут. То есть есть такая духовная привязанность. И он уступил этой духовной силе Два Итайчаре и пять дней вместо месяца. Значит, во сколько раз он сократил? В шесть раз сократил. Потом Сарамбама Батайчаря сказал, «Дорогой Господь, с тобой живут десять раз Саньяси». Десять раз Саньяси. Комментарий шел проводить. Саньяси не должен готовить себе сам или слишком много дней подряд обетать в доме одного и того же преданного. В сочетании Махапрабо относился к своим преданным слугам с особой добротой и любовью, и в то же время он отверг приглашению Сарамбаума обетать у него на протяжении длительного времени. Из любви к Сарамбауме Госпочитанию согласился обетать у него только в течение пяти дней этого месяца. Десять Саньяси живущих с Господом это Парамананда Пури, Сварупадамадар, Брамананда Пури, Брамананда Пхарати, Кришну Пури, Кешва Пури, Кришна Нанда Пури, Нарисимхатирдха, Сукананда Пури и Сатянанда Пхарати. Все имена перечисляются. В окружении был Десять Саньяси. Возможно, мы об этом не знали или не думали, такие подробности, но хорошо это помнить. Его также окружали в Саньяси. Вот здесь Десять Афисовец. Затем Сарамбаума Батачарья попросил, чтобы Парамананда Пури принял приглашение обедать у него дома в течение пяти дней. Это уже было согласовано с Господом. Значит, сначала согласовал с Господом, потом уже обратился к другим. Сарамбаума Батачарья сказал, Дамодара Сварупа, мой близкий друг. Иногда он будет приходить ко мне с тобой, иногда один. Слушайте внимательно, что делает Сарамба Батачарья. Талила не приставит. Еще раз послушайте стих. Сарамба Батачарья сказал, Дамодара Сварупа, мой близкий друг, иногда он будет приходить ко мне с тобой, а иногда один. Остальные восемь санейси могут обедать у меня по два дня каждый. Так я буду принимать гостей каждый день на протяжении всего месяца. Все же месяц он добился. Ну, по-другому. Если все, саняясь, придут сразу, слушайте внимательно, я не смогу оказать им должное почтение, тем самым нанесу им оскорбление. Если так много саняюсь, я точно что-то упущу. То есть нужно всем максимальное почтение выражать, но как если их 10 человек? Иногда ты можешь приходить и один, а иногда с Сварупой Дамодарой. И так, и так. Чередоваться будем. Заручивший согласием сечетаний, Махапрабху Батачарья очень обрадовался и пригласил Господа прийти к нему. В тот же день жену Срамбаума Батачарья называли Шатхирама, Шатхирамата, Шатхирамата, Шатхирамата. По имени ее дочери Шатхи. Шатхирамата была великой преданной сечетаниям Махапрабху и любила его как собственного сына. Возвратившись домой, Сарамбаума Батачарья велела своей жене Шатхирамате приготовить обед и та с великой радостью принялась готовить. В доме Сарамбаума Батачарья продукта всегда было предостаточно. Всякий раз, когда требовался шпинат, овощи, фрукты или что-то еще, Батачарья собирал необходимое и приносил домой. Сарамбаума Батачарья сам помогала Шатхирамате готовить. Она была хорошей хозяйкой и могла очень вкусно готовить. Тут написано очень вкусно. Пакамарма на Бенгале это значит искусство приготовления пищи. Джаня знает в совершенстве искусство приготовления пищи. Переведено очень вкусно. С юга к кухне примыкали две комнаты для предложения пищи. В одной из них делали подношение Шалаграма Нарайни. А здесь группа объясняет, что последователи винической культуры поклоняются Шалаграма Шили. В играхе Нарайны в форме кругового камня. Но и до сих пор каждый браман поклоняется у себя дома Шалаграма Шили. Вашим икшатриям также разрешается поклоняться Шалаграма Шили. Однако в доме Брамана такое поклонение считается обязательным. Брамана обязательно поклоняется Шалаграма Шили. Вот написано. Всех необходимостей. Вторая комната предназначалась для того, чтобы подчивать читанию Махапрабху. Эта комната специально пристроена Батачарей располагалась в самой тихой части дома. Она специально пристроена комнату для того, чтобы принять читание. С улицы в комнату можно было попасть только через одну дверь предназначавшуюся для Шичи Тани Махапрабху. Через другую дверь, которая была в кухне, в комнату занесили еду. Две двери. Комна отдельная. Одна из кухни непосредственно прямо в комнату, другая с улицы, в которую очень важно входить. Сначала на большой банановый лист положили три маны почти три килограмма вареного риса. Три маны это три килограмма почти. Комментарии. Так начинается перечень явств. Явств приготовлен для Шичи Тани Махапрабху. Готовы? В день поста выдержать эту главу? Сейчас начнем медитировать на все это. Описывает их Кавирас Госвами, который по всей вероятности сам был хорошим поваром и умел не только готовить но и сервировать стол. Это другое еще искусство неизвестное современной науки приготовление еще сервировка есть. В равной степени отдается тому и другому полное внимание. Если вы хорошо готовите но плохо сервируете то теряется 50% вкуса. Потому что на самом деле вкус подчеркивается отношениями. То есть как подается еще. Вот важно. Затем рис смешали с таким количеством ароматного золотистого топленого масла на что оно растеклось по всему листу. То есть вареный рис смешали с топленым маслом. Чувствуете? Вокруг листа с рисом растаяли множество овощных блюд в чашечках из коры бананового дерева и листьев дерева кея. Вокруг листа с рисом так чашечки были из листьев дерева овощные вечером вечером это все очень вкусно сейчас будут перечисляться подробно там было 10 видов шпината только суп с горькими листьями нимбы если даже вы не хотите есть попробую этот вкус супа вы сразу захотите чем-то закусить если материалисты спиртное принимают чтобы как-то стимулировать свой аппетит то здесь другие идут в сад вагоне продукты которые могут стимулировать аппетит для пира обычно не рекомендуется переедать или пировать каждый день не рекомендуется это делать роскошную еду и пищу не принимают преданные но все-таки есть впервые праздничные дни особые дни когда будете в гости допустим то вас должны накормить по этикету полностью до предела но тогда вы должны показать искусство приготовления чтобы не навредить гостю сначала подаются такие вещи которые стимулируют ваш аппетит чтобы вы смогли потом это все усвоить итак суп с горькими листьями нимбы острое приправа с черным перцем черным жареный свежий сыр и пакта жареный в масле капельками тесто из нутовой муки жареные капельки тесто из нутовой муки запомнился так же были тушеные в молоке кабачки и тыква рисара лапра чувствуете рисару лапру мы не знаем что такое другие овощные блюда а также вареные и жареные цветы банана были неограничены количество вератха кушманда барри фула барри фруктов и всевозможных коренев ну конечно там был еще украинский борщ детский плов я думаю пицца паста я стимулирую ваше сознание потому что тут незнакомые названия и мы не скучаем а когда знакомые мы воспринимаем среди прочих кушанья были жареные с молодыми листьями нимба баклажаны фула барри жареная патола нарезанная ломтиками обжаренный кабачок и тыква когда мы прижали майя бур первый год мы не могли привыкнуть еще к этим пирам то есть как есть потому что очень много блюд и в каком порядке у нас же было первое второе третье ну как у нас были свои традиции понимать а тут 21 блюдо на пиру и всегда клали щепотку жареной горькой дыни а потом после этого всегда жареный масляничный баклажан шлеп я не мог понять зачем дают горькую дыню кто ее будет есть зачем потом мне объяснили что это очень полезно для печени этот горький вкус он поможет вам усвоить пир карелая горькая дыня очень важна если можно выращивать ее в нашем регионе то хорошо если кто-то будет выращивать она очень полезная то есть вот это искусство сервировки приготовки как подавать и как еще есть потому что у вас банановый лист не просто множество тарелок а банановый лист такой банановый лист у вас на пиру метр квадратный примерно положить и в центре вот этот рис и вот эти все блюда и вы смешиваете как на палитре художник потом начинает все это мешать смешивать добиваться разных оттенков вы уже сами регулируете все это целое искусство как потом вы еще будете пользоваться и местные жители знают это искусство хорошо если вы просто съели что-то одно а потом получаете другое треть они на вас так будут коситься знаете человек ничего не умеет надо смешивать добиваться там какие-то оттенков то есть все там эти чатники санджи это рис нейтральные да всевозможные приправы и фактически фантастически пир получается в итоге в одном месте мы предложили в кафе в России сделать так именно такое блюдо и вот подается все в таких маленьких количествах потом сам клиент должен смешивать научиться это все такое искусство йога йога пищи был суп из жареного ура дала и мунг дала по вкусу затмевающий нектар было кисло-сладкое приправа чатни и 5 или 6 кислых блюд начиная с барамлы барамла тоже была это отметили знаете какой пире я запомнил очень запомнился в Индии мне больше всего ну конечно если вы поете в Южную Индию там совсем другая кухня нужно привыкать к ней там игли и досы там самбар там все другое на самом деле если вы живете в Южной Индии вы не можете потом питаться как-то по-другому именно такая пища необходима там если вы приедете во Вриндаун там пища летняя есть кухня и зимняя кухня они разные очень зимняя кухня она максимально острая то есть для нас фактически вкус одинаковый будет все везде одинаковое количество чили максимально там по-фактически чили с добавлением некоторых ингредиентов зимняя кухня там холодно они разогреваются изнутри таким образом зная как это чили готовить сочетая с топленым маслом чтобы это не сжигало вашу слизистую а только растапливало печь то есть это опять же искусство вы согреваетесь изнутри очень сильно вам тепло становится целый день весь кишечник там как знаете как вьющаяся батарея сменивик такой у вас печет все изнутри от горла все внутренности у вас потом горят доминой печени это зимняя кухня так же сомосы острые не едят когда холодно так они согреваются ну а летом жара страшно охлаждающие блюда идут они не знают как охлаждаться есть такие специальные даже фрукты в самое жаркое время брендауна специальные фрукты вырастают в это время года которые понижают температуру тела до 35 то есть вам прохладно изнутри жара там до 60 в тени это очень-очень тепло это сауна настоящая один предный вышел в 7 утра из брендауна из комнаты на улицу в 7 утра восходящее солнце встретил солнце взошло и облокотился рукой на стену и получил ожог в 7 утра восход солнца и сразу нет никакой прохлады ни утром ни вечером вечером когда солнце заходит весь жар поднимается от асфальта из стен домов вы просто в сауне финской то есть это практически невыносимо мы были в начале мая только немножко застали жару и сразу уехали мы поняли что это очень опасно и тем не менее преданные они готовят пищу в это время года служат божества на огне они готовят они продолжают совершать служение итак мы на барамле закончили барамла были клёцки из мукдала вратдала и сладкие клёцки из бананов рисовые клёцки в сгущенном молоке клёцки с кокосом и другие лакомства были и канжибары дукачидо дукалаккали и множество других сладостей которые я даже не способен описать в один клининг горшок налили сладкий рис с топлёным маслом и добавили тогда бананы сгущенное молоко и манго из других лаком стан был очень вкусный взбитый йогурт и разные виды творожного десерта сандиша по сути были приготовлены все блюда которые только знали бенгали и арисы бенгали и арисы это вот только традиция бенгали и арисы на севере Индии уже другая кухня когда мы были в штате Осан да драма пултрелька протекает там город называется насколько помню Гу-Вахати точно Гу-Вахати да там даже губернатор штата пришел на нашу программу была великая программа поджаренный зал и куда бы мы ни перемещались нас везде сопрождала вооруженная охрана автоматчиков потому что этот штат прославлен террористическими актами где воруют иностранцев за выкуп большие деньги продают людей если кто-то на рынок собирался два автомата к ним приставляли с автоматом люди шли и вы просто на рынок шли что-то покупать но обычно нас не рекомендовали выходить за ворота храма когда мы приехали туда мы приехали поздно вечером уже было около 10 и измученные полностью дорога-то сапарик и преды сказали просад мы приготовили мы ждали вас мы приготовили просад храм там на вершине горы в центре города интересная ситуация вокруг город гигантский в центре гора незаселенная лес массив и там наверху храм искон то есть прекрасное уединенное место и вы в городе то есть идеальное место построили храм рукмини Кришна что в том месте Кришна проезжал с рукмини на колеснице и на берегу Брамапутра остались полозья колесницы колес туда приезжали смотрели этот путь куда Кришна увозил рукмини вот через это место просад сказали пробул никакого утром сейчас мы уже просто умираем устро они упали все на колени мы вас ждали и специально для вас готовили он горячий мы три раза готовили но что вы запаздывали и мы готовили новый свежий свежий чтобы вы вкусили просад и вы не хотите вы отказываетесь упали просто на колени придали о боже мой бахте йога ну пошли все ну связали мы пришли на просад мы такого не ожидали это было что-то чудо какое-то я вообще не понимал что это такое как-то знаете с небес какой-то вкус спускается и непонятно как он просто вот входит в ваш разум ваше чувство там было много топленого масла и никогда таких вкусов даже даже на пирах здесь не в Южной нигде аналогов то есть в каждом штате в каждой традиции здесь есть свои неповторимые оттенки потому что менталитет людей тоже отличается поэтому мой отец узбек мать русская ну а полузбека полурусский полузбек ну мать русская отец умел готовить узбекский плов мать у него училась всю жизнь и все равно никогда так не научилась готовить узбекский плов я всегда ее ругал за это приготовь плов говорит хорошо Ну это просто каша рисовая, говорю Ну это плов, так же, как отец Нет, не убери все это Просто рисовая каша, не хочу Разный менталитет Так же Приготовив множество разных яств Платочарий заслал тонкой тканью Белое деревянное возвышение По обе стороны от кушнистой или кувшиной С прохладной ароматизированной водой Агуру риса венчали соцветия туласи Сервис такой Помимо этого Срамбама Батачари Принес несколько лакомств Предподнесенных Господу Джиганадхи Сладкие шарики под названием Амрита кутика, сладкие риса, другие сладости Все это он положил отдельно Успевайте следить Как он сервирует, что там было вообще Они же могли это все помнить Знать все это Принеся из храма остатки трапезы Господа Джиганадхи Батачари Не стал класть их вместе с блюдами Приготовленные у него дома Это к медали Иногда просад свешивают С большим количеством обычной пищи А потом раздают Однако здесь мы видим Что с Рамбамом Батачари Положил Джиганадт просад отдельно Он сделал это специально Чтобы достать удовольствие Читание Махапраба Он знает Если Господь Читание увидит отдельно Махапраба лежащий С особым почтением Он это очень оценивает Когда все было готово Домой к Сарамбауме И выполнив свои полуденные обязанности Перешел Читание Махапрабу Он знал сокровенное желание Сарамба Батачари После того, как Сарамбаум Батачари Омыл Господу стопы Тот пошел в комнату обедать Выйдя в столь великолепный обед Я Читание Махапрабу Немного удивился Жестикулярно обратился к Сарамба Батачари Стал жестикулировать Поразительно Как можно было приготовить столько блюд Из рис и овощей всего за 6 часов 6 часов приготовления Сотни блюд Из риса вообще Даже 100 повров не смогли приготовить На 100 плитах такое множество блюд За столь короткий срок Очень удивился По всей видимости все блюда уже предложены Кришне Раз я вижу на них соцветят улоси Какая проницательность Если уже тулоси здесь На вашем столе На этих блюдах Значит все уже Это просад Тебе очень повезло Ибо твои старания Не были напрасны Все эти изысканные блюда Были предложены Радхе и Кришне Это он прославляет Таксарамба Батачари Тебе повезло Что Кришна принял То что ты готовишь Рис настолько красив и ароматен Будто Радхе и Кришна Лично отведали его Дорогой Батачари Тебе выпала огромная удача Что еще можно сказать Мне тоже очень повезло Ибо я смогу попробовать Остатки этого пира Возьми сиденье Кришны И отставь его в сторону Мне же положи просад На другую тарелку Что он подумал Что это все предлагается Кришне Понимаете что он подумал То есть это были горы Сотни блюд Было такое сиденье роскошное Тебе надо лист Все стул И Господь Чистаня подумал Что это было только что Предложено Кришне Прямо здесь Вот это сиденье Которое для него предназначалось Вот это для Кришны Пархамба Батачари То есть это вот как алтарь здесь был Теперь говорит Это сиденье в сторону Остатки мне же Положи просто на другую тарелку Я не буду с тарелки Кришны ест Сам Батачари сказал Так сейчас начнется поединок Ничего удивительного Не произошло Мой Господь Все это стало возможным Благодаря энергии и милости Того кто будет есть эту пищу То есть он уже намекал Мы с женой ничуть не утомились Когда готовили Тот благодаря К чему могуществу Были приготовлены теяства Знает все сам Теперь пожалуйста Сядь на это сиденье И пообедай Читание Махапрабу ответил Этому сиденью Нужно поклоняться Ибо им пользовался Кришна Комментарий Согласно этикету Принадлежностям Кришны Больше не должен пользоваться никто Точно так же Никто не должен пользоваться Вещами духовного учителя Таков этикет Все чем пользуется Кришна Или духовный учитель Достойно поклонения В особенности Никому нельзя позволять Сидеть на их сиденьях И есть там Где едят они Это правило должно соблюдаться Неукоснительно Батачарья сказал И пища и сиденья Это милость Господа Если можно Есть остатки трапезы Господа Что дурного в том Чтобы сидеть на его сиденье Это же Махапрассат Уже иди Махапрассат Ну а это тоже Махапрассат Ничего дурного нет Если ты туда сядешь Тогда Читание Махапрабу сказал Да ты прав Как гласят шастры Предный может пользоваться всем Что оставил после себя Кришна Предный может пользоваться И он здесь приводит Цитату Чима Махапрабу Мой дорогой Господь Дирлянды, благовония, одежда Украшения и все остальное Что было поднесено тебе Потом могут брать твои слуги Пользуясь этими вещами Питаясь остатками пищи Из твоего стола Мы обретаем способность Одолеть влияние иллюзорной энергии Вот как предный пользуется этим всем Они преодолевают иллюзорную энергию Махапрассат Цитата Чима Махапрабу Очень важной частью практики В движениях Харе Кришна Является повторение Махамантры Харе Кришна Танцевой экстазии И вкушение остатков пищи Отведанной Господом Даже если человек неграмотен И не разбирается в философии Просто принимая участие В этих трех видах деятельности Он вне всяких сомнений Незамедлительно обретет освобождение Данный стих произнес Удхова Обращаясь к Господу Кришне Это произошло, когда Господь Кришна Рассказывал Удхова Гиту В то время в два руки были беспорядки И Господь Кришна решил покинуть материальный мир Вернувшись в мир духовный Удхова знал об этом Потому пришел поговорить с духовной личностью Бога Процитированный стих Представляет собой отрывок из их беседы Затем, что читание Махапрабху сказало Здесь столько еды И что все это невозможно съесть Так, вам еще не жарко Если жарко, сюда в день нужно садиться Горите на своем доме Батачаре возразил Я знаю, сколько ты способен съесть В конце концов, Джаганадху Пури Ты съедаешь 52 подношения в день И каждое подношение состоит из сотен горшков Он имеет в виду Господа Джаганадху Это же ты Я знаю, сколько ты ешь на самом деле В два руки у тебя в 16 тысячах дворцов Живет 16 тысяч жен Кроме того, у тебя 18 матерей И множество других друзей и родственников В династии Яду 18 матерей здесь У него много всего Во Вриндауне у тебя есть старшие братья твоего отца Младший брат твоего отца Дедяба матери, мужья твоих теток И многочисленные пастухи Есть там и твои друзья-пастушки И в доме каждого из них Ты ешь дважды в день, утром и вечером Ты везде ешь, ты все съедаешь Это немного, что я тебе предлагаю Всего лишь сотни каких-то тут блюд Один раз, на один обед для тебя Что стоит? И вот здесь Прабхупад объясняет В Дварике у Господа Кришны было 18 матерей Девоки, Рахини и другие Не перечисляется В Дварике так Кроме них, во Вриндауне у него была приемная мать Ешода У Господа Кришны также было много дядьев Как были свои прихады Шири Ширата Кришна Ганадеши Дипики Шаварупа Госвами Старших братьев Махараджи Нанды звали Упананда и Абхинанда В этом же стихе упоминаются имена младших братьев Махараджи Нанды Шананда и Нандана Были младшие братья Махараджи Нанды Отца Кришны Кроме того, в этой книге упоминается дядя Шири Кришна по Младенецкой линии Яшотхара, Яшодева и Судева Также есть упоминания мужьях сестер Махараджи Нанды Тоже переходящихся с Шири Кришной дядями Маханила и Сунила Так звали мужей теток Кришны Все его кормили Следующий стих Во время церемонии Гвардхан Пуджа Продолжал Батачаля Ты съел гору и риса По сравнению с ним это небольшое количество риса для тебя не составит и пригоршней Ты Бог, Верховная Личность А я ничтожное живое существо Поэтому, пожалуйста, прими то скромное подношение, которое ожидает тебя в моем доме То есть я очень скромно для тебя все приготовил Если ты Бог, то я все это очень скромно На какой машине мы должны пропадского Бога возить? Из чистого золота Это как минимум Но у нас просто не столько золота Делаем все возможное, что делаем Так же и гуру мы служим подобным образом Потому что гуру, как говорил Вайстан с Расхватил своим духовным учителем Мой гуру Так же хорош, как Бог Такие же качества Итак, он говорит, ты Бог Прими то скромное подношение Обязанность соединяйся ходить от дома к дому и просить подать ему вот сколько-нибудь еды Это означает, что он должен брать только необходимое для пропитания Такой образ жизни называется матхукари Слово матхукари происходит от слова матхукара И означает пчела, собирающая мед Там немножко, там немножко, вот таким образом Из каждого цветка пчелы берут совсем немного меда Пчелы Однако в итоге ему удается наполнить целый улей Аналогичным образом Саняси может просить у каждого семьянина Лишь небольшое подаяние И есть ровно столько, сколько необходимо для удовлетворения потребностей тела Будучи Саняси, Господь Читания Махапарху Умел право попросить в доме с Рамбаума Батачарии Немного еды и в виде милостыни Чего я хотел от него, Батачария По сравнению с тем, сколько Господь есть в других обстоятельствах Приготовленный Батачарий пир Состав для Господа не более пригоршний На это обращаясь действия его внимания Батачария То есть для тебя это и есть сам пригоршня Матхукари Услышав эти слова, что Читания Махапарху С улыбкой сел обедать Ну никого не было, потому что Свидетелей не было, они были вдвоем Это он не стал спорить дальше И отказывался Потому что все было правда, но что делать Размолчили его В форме Гаррадхана он ест В дворике он ест В риндауне он ест Все преданые кормят по два раза в день он ест Что тут уж с кровати И прежде всего Батачария с огромным удовольствием подал ему прасад из храма Джаганадхи Обатачария был зять по имени Амока Муж его дочери Шатки Хотя Амока происходил из знатного браманского рода Он постоянно выискивал в каком-нибудь недостатке всех оскорблён Хотя Из знатного браманского рода То есть браманы обычно этим не занимаются У меня Мокка был таким Каким-то образом случилось Браман обычно не завидует Амока хотел посмотреть, как обедает шличитание Махапрабу Однако не смог попасть в дом Его не пустил туда Батачария С палкой в руке, прерывив ему путь Тут Батачария знал Этого Амока хорошо, свое зятя Этого критикана Нечего тебе тут делать Встал с палкой у дверей Уходи отсюда Ну или ударю Так, зятя нужно учить Но как только Батачария забыл о нём Начав подавать просад Амока сразу же проник внутрь Только и ждал этого Когда Батачария уйдёт И он Увидев сколько приготовленной еды Он принялся бронить Господа Ну то есть представьте Батачария стал сам раздавать просад Подкладывать Такой экстаз И он, конечно, забыл про Амока Какой-то ли он просто забыл Осторожность потерял Когда вы в Майя-Бурадхаме Тоже можете потерять Осторожность Вытонуть в ганге, например Переесть Ну что-то может случиться В материальном смысле Что-то может случиться Здесь произошло то же самое Он был в таком экстазе В трансе И забыл ближе Такого количества пищи Хватит, чтобы накормить Дос этот человек Десять или двенадцать А ты ценясь Ест всё один Выпалил Амока И как только Амока Произнёс эти слова Сарамбам Батачария Впился в него взглядом Увидев реакцию Батачария Амока обратился в бегство Шутки были плохи Он этот взгляд понимал хорошо Вы знаете, что все зависли У брамана становится Майвади И вот вам отношение Майвади и преданного Палка в руке Взгляд соответствующий И Майвади боится преданного Боится палки Хотя говорит, что всё иллюзорно Но убегает Палка иллюзорно Сарамбам Батачария иллюзорен Он тем не менее уносится И так преданное доказывает Превосходство Философии Бхактии Личной Личность выше Выше Имперсонального Романа Батачария погнался за Амокой Чтобы поколдить его палкой Но Амока бежал так быстро Что Батачарию не удалось его поймать Да Почитайте Молодой Амокой Батачария Он уже старец Тогда Батачария Принялся проклинать Зятя И ругать его Последними словами Всё это слышит Господь Читания Вернувшись Батачария Увидели Что Читания Махапрабу Смеётся Над тем Как он бронит Амоку Спод Читания Заливался смехом Когда жена Батачария Услышала о том Что произошло Она принялась Бить себя по голове В грудь И восклицать И грудь И восклицать Лучше бы Шатхи Авдовела Видя как расстроена Батачария Его жена С Читания Махапрабу Попытался их успокоить Исполняя их желания Он съел весь просад И остался им Весьма доволен То есть Эта лила Помогла Съесть всё ему Ради чтобы Просто успокоить Ум Срамбам Батачария Его жены Он съел всё Что там было Как сказала Мока 10-12 человек Только могут справиться С таким пиром Господь Читания Один справился У него даже живот не вырос Когда Шатхи Читания Махапрабу Закончил обедать Батачария Подал воды Чтобы Господь Мок Помыть рот Руки И ноги Затем Он предложил ему Пряности Бутоны Туласи Гвоздику И кардамон Это в конце Вы знаете Что во рту Оставался приятный Аромат какой-то После Жую Потом кардамон Гвоздику Бутоны Туласи Иногда что-то ещё Добавляют Какие-то мины А низ Скорее всего Затем Батачария Надел на Шичи Тони Махапрабу Гирлянду Из цветов И умастил его Сандаловой пастой Простёршись В поклоне Перед Господом Батачария Обратился к нему Со смиренной просьбой Я перевёл тебя К себе домой Лишь за тем Чтобы ты здесь Лишь за тем Чтобы тебя здесь Оскорбили Это тяжкий грех Прошу прости меня То есть в итоге Оскорбление произошло Что такое оскорбление Если совершено оскорбление Все предыдущие Хорошие отношения Ценности Благочестия Всё уходит Это бешеный слон Накрывается В сад Всё что выращено Было трудом Благородным Всё что давало Цветы, плоды Листу и тень И пищу Всё будет уничтожено Всё напрасно Поэтому он сказал Лишь с одной целью Оказалось Твой визит Оказался Лишь с одной целью Лишь только для того Что тебя оскорбили Что всё остальное Потеряло цель Прошу прости меня Что я читание Махапрабу ответил Всё что сказала Махапрабу Чистая правда Какое оскорбление И потому Это не оскорбление В чём же твоё Прегрешение Раз мне неправду сказал Я саняйся В его глазах Я не верховный Господь Ты меня так видишь Но в его глазах Я не верховный Господь Я просто саняйся Как же саняйся Можешь столько Сильки Сейчас Сказав это Сочетание Махапрабу Направился К себе домой А срамбам Подачарья Последовал за ним Припав стопам Господа Срамбам Подачарья Стал горько Каяться Тогда Господь Утешил Отправил домой Он ещё за ним шёл Ему становилось Хуже и хуже Срамбам Ещё раз Господь Чистая не стал Утешать В конце концов Отправил домой Возвратившись Добой Срамбам Подачарья Решил Посоветоваться С женой Матерью Шадхи Коря себя Он сказал Человек Нанёвший Оскорбление Сочетание Махапрабу Может Ускупить этот грех Только собственной смертью Но почему Так сладовать Отчаяливо Почему так жестоко Он знал Вот это Госпочитание Вот в этом ответ Есть что-то Дорогое В нашей жизни Есть Как мы себя чувствуем Когда Оскорбляют Поносят Что-то Очень дорогое Для нас Важно И чем Дороже Эти отношения Которые мы имеем Тем глубже Боль проникает И даже Знаете Что Может случиться В высшем смысле слова Просто можете Умереть От такой боли Если речь идет О смысле Вашей жизни Просто можете Умереть От такой боли Это то Что чувствуют здесь Сарамбам Подочарья Смерть Комментарии Харибак Тивиласи Приводится Следующая цитата Из Кандапурана Описывающая К чему Приводят Оскорбление Нанесенное Вашнава В беседе Марканде И Багирадхи Есть такие слова Дорогой царь Тот Кто Предает Осмеянию Возвышенного Преданного Лишается Плодов Своих Праведных Дел Богатства Доброго Имени И сыновей Все Вашнавы Велики Души Каждый Кто Возводит На них Хулу Отправится Вместе Со своими Предками В ад Махара Урава Любому Кто Убил Или оскорбил Вашнава Кто Питает Вашнава Вражду Или Сердится На него Кто Не Кланяется Вашнаву Или Не Радуется Встрече С ним Несомненно Готовно Наказание В аду Кроме То В Харибак Тивиласи Бали Было сказано Грешники Поносящие Вашнав Каждый Из которых Великая Душа Будут Очень Сурово Наказаны Вимараж Бахсандар Пишет Шиладжи Богославим Объясняя Последствия Оскорбления В адрес Господа Вишну Ссылается На следующие Стихи Тот Кто Порицает Господа Вишну Упреданных Утрачивает Все Благочестие Накопленное За сто Праведных Жизней Такой Поэтому Даже Не следует Смотреть В лицо Тому Кто Недобрительно Высказывается О Господе Вишну И его Преданных Общение С подобными Людьми Нужно Всячески Избегать Бахсандар Пишет Жива Госвами Цитирует Такой Стих Стриман Багават Если Услышав Оскорбление В адрес Господа Или Его Преданного Человек Немедленно Не покинет Это место То Наставит Преданное Служение Похоже Высказывание Похоже Принадлежит Супруге Господа Шивы Сати Которая Говорит Шиман Багават Тот Кто Слышит Как Безответственный Человек Поносит Защитника Повелителя Религии Должен Зажать Уши И уйти Если Не в силах Наказать Оскорбителя Однако Если Это Возможно Он Должен Отрезать Оскорбителю Язык Убить Его И После Этого Покончить Собой Такая Практика Бабхати Йоги Вот такие Сильные Высказывания Когда-то Люди Этому Следовали Знаете Кто Оскорблял Вашна Демоны Демонов Убивали Так И поступали С ними Сражались Убивали Оскорбители Это Демоны Это Враги Вашна Или Вишну Они Поносят И Вишну И всех Вашна Хотя Некоторые Демоны Они Могут Почитать Вашна Поскольку Это Также Увеличит Их Благочестие Но В итоге Они Все равно Ссорятся Когда Обретают Могу И Что Они Постолятся С Вашнавами Преды Не Должны Ссориться Обретя Какие-то Знания И Могу И Что Практики Сознания Потому Что Они Могут Развить Демонические Качества И Пострадать Снова Снова Упасть Вниз Еще Ниже Страмбам Батачаря Продолжал Вместо Этого Я могу Искупить Совершенный Грех Покончив Собой Однако И То И Другое В данном Случа Неуместно Поскольку Оба Тела Принадлежат Браманам Поэтому Отныне Я видеть Не желаю Этого Богокульника То есть Брамана Убивать Нельзя А Мога Браман И Сам Сарбама Тоже Браман Самоубийство Тоже Блохо Я Отказываюсь От него И Перекращаю Всякие Отношения С ним Даже Имя Его Никогда Я Никогда Больше Не Проднесу Такое Решение Скажи Моей Дочери Шатхи Чтобы Она Бросила Своего Мужа Он Низко Пал Когда Муж Падает Жена Должна Порвать С ним Нам Есть О чем Подумать Я Смотрю На лица Как Быть Как Быть Пал Или Не Пал Если Вообще Без Мужа Остаться Уж Лучше Западшим Будете Чем Лучше То есть Видите У нас Говорят Такие Сомнения Здесь Все Просто Муж Пал Все Уходим Если Вы Служите Падшему Мужу Вы Тоже Подойдете Комментарий Шиласарамбам Батачаря Понимал Что Если Амоку Лишить Жизни То На Умертвившего Его Пойдет Грек Убийство Того Кто Формально Является Браманом По Этой Причине Батачаря Не Мог покончить С собой Он Тоже Браманом Поскольку Ни то Ни другое Решение Было Неприемлемо Он Решил Прекратить Самок И Всякие Отношения Чтобы Никогда Больше Не Видеть Его Относительно Убийства Тела Брамана Шима Багаватам Разъясняет Как Следует Поступить С Брама Банху Человеком Который Имеет Отца Брамана Но Сам Не Обладает Качеством Брамана Личность Бога Щек Кшна Сказал Нельзя Убивать Друга Брамана Но Агрессор Это Необходимо Сделать Так Вот Странное Удреждение Что же Делать Когда Шила Шидхарасвами Комментирует Этот стих С Шима Багаватам Приводят Цитату Смрити Человек Возменамерившийся Причинить Вред Другому Даже Если Он Является Снатоком Веданты Должен Убить За свою Попытку Уничтожить Другого Человека Убийство Такого Брамана Не Грех Кроме То Чем Аббагаватам Сказано Срезать Волосы С головы Лишить Богатство И Изгнать Из Собственного Дома Вот Наказание Которым Предписано Подвергать Родственника Брамана Смертная Казнь Не Входит В Число То То Ех Убивают По-другому Браману Тут дается намек Как это делается Итак Шастры Учат Мыслить Смотрите Есть Столько Всяких Установ Противоречивых И Шастры Учат Применять Разум Вот Что Важно Если Просто Будем Следовать Букве Шастр Мы Запутаемся Не Свершим Много Дурных Вещей Потому Что Важно Оценить Место Время Востоятельства И Еще Применить Разум Будхи Который Нам Дает Кришна Вот Будхи Йога Вот Это И Сознание Кришны Недостаточно Проследовать Буквам Шастры Нужно Еще Понимать Их Смысл И Вот Это Из Шимат Багавана С первой Песни Это Ситуация Когда Шватхама Совершил Грех Никто Не знал Что С ним Делать Потому Что Нужно Было Убить Как Агрессора С другой С другой Браун Которого Убивать Нельзя Что Что Делать И Здесь Есть Отличные Рекомендации Что Касается Шатхи То Есть Рамбава Падачарья Велел Порвать С мужем Сюмин Багаватв На этот счет Говорится Следующее Тот Кто Не Способен Освободить Своих Подопечных От Угрозы Неминуемой Смерти Не И И И Не И Не И Если Мужчина Не Обладает Сознанием Кришны И Лишен Духовной Силы Он Не Сможет Избавить Свою Жену С Круговорот Рождение Смерти Поэтому Его Нельзя Считать Мужем Жена Должна Целиком Посвятить Свою Жизнь Кришне Чтобы Совершенствоваться В сознании Кришны Если Муж Отошел Сознание Кришны И Жена Порвалась С Мужем То Она Последовала Примеру Двиджапатни Жен Браманов Совершавших Жертвоприношение Жену Не следует Осуждать За разрыв Таких Отношений Вот Такие Комментарии Тяжелые Все Кришна Заверяет Двиджапатни Жен Браманов Дорогие Двиджапатни Можете Не сомневаться Что ваши Мужья Не отвернутся От вас Не отвернут Вас Когда вы Вернетесь Ваши Братья Сыновья И отцы Не откажутся Принять Вас Обратно Другая Цитата Они ушли Потом Вернули Вы Мои чистые Преданные Потому Не только Ваши Родственники Но и все Люди А также Полубоги Будут довольны Вами Трансцендентная Любовь ко мне Не зависит От телесного Общения со мной В то же время Любовь Кто всегда Поглачен Мыслями Обо мне Непременно Очень скоро Достинет Меня И навечно Останется В моем Обществе То есть Здесь речь идет О преданных Женщинах Чистых Преданных В этом случае Она никакого Греха не совершает Если отвергает Падшего мужа Но если Два сапога Пара Другой вопрос Она должна Жить с этим Сапогом С этой парой И стать Чистой Преданной Вот-вот Нужно правильно Понимать Что записаться Текст следующий Если муж пал Отношения с ним Следует прекратить Это цитата Из Смиртишастра Удовлетворенная Нежадная Опытная Жена Следующая Религиозным Заповедем Которая умеет Готовить Приятно Говорить Простите Приятно И правдиво Внимательная Всегда чистая И заботливая Должна Хранить верность Мужу Если он Не пал Есть такая страна Не пал Не падает Никогда В тот же вечер Омог Хозяйц Сарамбам Батачари Бежал Он испугался Он уже слышал О проклятиях Он понял Что совершил Что-то страшное Сарамбам Батачари Не простит его Он сбежал А уже на следующее утро Он заболел Холерой В Висучика В Ядхи Висучика Называется Холера На Бенгалии Висучика Услышав Что Омог Умирает от холеры Батачари Подумал Проведение Само вершит То что Собирался Сделать я Очень хорошо Все справедливо Когда человек Наносит Оскорбление Верховной Личности Бога Последствия Его кармы Не заставляют Себя ждать Сказав так Батачари Процитировал Два стиха Из богатогревных писаний Все что далось Нам с большими усилиями И потребовало бы Множество слонов Коней Колесниц И пеших воинов Уже сделали за нас Гандхарвы Это стих Цитата из Махабхараты Ванапарва Химасена произнес его Когда пандавы Жили в Смарии В лесу В то время Завязалась битва Между Гандхарами И Кауравами Вы знаете Эту историю Вполне Справедливым То что Дрёдхана И его приспешники Попали в плен Чтобы сделать это Самим пандам Пришлось бы Приложить большие усилия Видал как хорошо То что мы должны были По идее Сделать с ними Гандхарвы Дурная слава Дурная слава Превосходит Хорошую Слава лишается Благочестие Люди имеют Склонность Помогать другим Меньше Меньше Имущество Потому что Все становится Искусственно Из пластика В основном Сейчас все делают И удачи Не везет Все что здесь Перечисляется Это означает Что В прошлом Люди дурно Поступали С великими душами Вот и все Согласно Этот стих Из десятой Песни Бхагаватам Произносит Шукадева Госвами В нем идет Речь О попытке Убить сестру Кришны Йогамаю Которая появилась На свет Незадолго До рождения Кришны Как дочь Ешоды Йогамая И Кришна Родились Почти одновременно Вашудева Пришел И подменил Йогамаю Кришной А Йогамаю Забрал с собой Когда Устаю Принес Йогамаю Матхуру И Камса Попытался Убить ее Она высказана У него из рук Он так не смог Убить Йогамаю После этого Она поведала Камсе Что его враг Кришна Уже родился Тогда Камса Не зная Что предпринять Обратился за советом К своим приближенным Демонам Рассказая О коварных Происках Камсы Шукадев Госвами И произнес Этот стих Где сказано Что демон В результате Своих гнусных Поступков Может потерять Все Особенно Важным В этом стихе Является Слово Махат Ати Крама Что означает Зависть Господу Вишну Его слугам Слово Махат Указывает На великую Душу То есть На преданного Или на самого Бога Верховную Личность Поскольку Преданные Непрестанно Служат Господу Их величие Сравнимо С величием Верховной Личности Бога Кроме Того Смысл Слово Махат Объясняет Сам Кришна Благой Махат Манасту Вам Партха Завим Прогрите Машита О Сын Притхи Ти Кто Свободен От Заблуждений Великие Души Находится Под Поколительством Божественной Природы Они Служат Мне С любовью Преданностью Ибо Знают Что Я Верховная Личность Бога Изначальная И Неочерпаемая Зависть Господу Его Преданным Не сулит Демону Ничего Хорошего И За Свою Злобу Демон Теряет Все Что Ценится В Этом мире И В это Время На Вестичное Читание Махапрабу Зашел Гапинадха Ачария И Господь Осведомился У него Как Обстоят Дела В доме С Рамбамом Батачарии Гапинадха Ачария Сказал Господу Что Батачария Его Жена Постятся А Я Зять Мох Умирать После Этого Умер Но Слышав Что Мох Лежит Читаю Махапрабу Точно Подпишу К нему Возложив Руку На Грудь Аморхи Он Пройдет Следующее Сердце Брамы Очень Чистое Природ Достойное Того Чтобы В нем Высыпалось Ничто Почему Ты Пустил В него Чандал Зависти Тем Самым Ты Осквернил Самое Чистое Что У тебя Есть Собственное Сердце Однако Теперь Благодаря Твоему Общению Сарамбхам Батачаре Ты Избавился От Сискверной Когда Сердце Человека Полностью Очищается Он Обретает Способность Повторять Махамантру Харикришна Поэтому Амоков Встань И повторяй Махамантру Харикришна Кришна Намар Если Ты Сделаешь Это Кришна Непременно Прольет На тебя Свою Милость Существует Три Аспекта Абсолютно Истинные Браман Парамат Верховная Речность Бога Бхагавана Все Это Различные Проявления Одной Истинной И в то же Время Браман Браман Бхагаван Представляет С собой Три Разных Аспекта Того Кто Познал Брамана Называют Брамана А когда Браман Встает На путь Преданного Служения Господу Его Называют Вашнавом Знание О Брамане Без Понимания Верховной Личности Бога Остается Несовершенным Браман Способен Повторять Мантру Харь Кришна На уровне Намапхаз Но чистый Звук Ему Недоступен Когда Браман Посвящает Себя Служению Господу В совершенстве Сознавая Свои Вечные Взаимоотношения С Ним Такое Преданное Служение Носит Название Абхидея Того Кто Достиг Этого Уровня Именует Бхагавата Или Вашнав Это Значает Что Такой Человек Способен От Скверной Привязанности К материи Господь Кришна Подтверждает Эту Бхагават Детей Шам Тванан Тван Тагатам Папам Джананам Пуня Карманам Тедван Бхан Нир Мукта Бхаджантем Мам Дитаврата Кто Совершал Благочестивые Поступки В этой И Прошлой Жизни Полностью Отрекся От греха Тот Выходит Из-под Власти Иллюзорной Двойственности И с решимостью Посвящается До служения Мне Бхагават Может Обладать Большой Рудицей Однако Это еще Не означает Что он Свободен От Материальной Скверны А сквернение Которому Подвержен Бхагават Заключается Во влиянии На него Гунной Благости В материальном мире действуют Три Гунной Благости Раст Невежества Все они Суть Разной Степени Осквернения Пока Браман Не избавился От этой Скверны И не достигнет Уровня Беспреместного Предного Служения Его нельзя Назвать Вашнавом Имперсоналист Может Осознавать Браман Безличный Аспект Истинный Однако Его деятельность Ограничена Безличной Концепцией Всевышнего Иногда Имперсоналисты Придумывают Себя Какую-то Форму Господа Сагуна Упасана Однако Познать Господа Господа Во всей Его полноте Таким образом Невозможно Имперсоналист Может считать Себя Браман И пребывать Под влиянием Гунной Благости И тем не менее Он обусловлен Одной из Гун Материальной Природы То есть Амок Он был Обусловлен Благостью И он Был прав С этой Точке Зрения Что Саньяси Не должно Есть так Много Что он Сказал Дурного Господь Читания Упомянул Об этом Но Оскорбление Заключается В том Что он Сказал Это Непосредственно Обратившись К Господу В его сторону Он не верит Что он не распознал Его Не увидел Может Ну ладно В чем его вина Если он Просто По ошибке На самом деле Господь Вводит Заблуждение Всех Он принимает Саньясу А как Люди Конечно Все перепутают Нет Знаете Почему Это его Не извиняешь Потому что Он был Зятем Сармабаума И он Видел Как к нему Относятся Сармабаума В отачаре Чистый предок Но он Не признавал Авторитет Чистый предок Тоже В этом Была его Серьезная Ошибка Вот Поэтому Он был Так Наказан И все же Здесь Господь Читания Что Помил Сармабаума В отачаре Теперь Очистился Это Чистый Это Сармабаума Не прощал Его А наказывал Наказание И господь Читания Решил Что пора Освободить Амабаума Поскольку Сармабаума Наказал Его Достаточно Из многих Тысяч Браманов Лишь Единицы Способны По-настоящему Проводить Ягги Из Города Пурана Из многих Тысяч Таких Квалифицированных Браманов Возможно Надьется Один Досконально Знающий Философию Веданды Среди Многих Миллионов Знатоков Веданды Может быть Если Есть один Вишну Бабха Вредный Господа Вишну Из них Всех Он занимает Самое Высокое Положение Так Господь Читания Дает Всем Самое Высокое Положение С закрытыми Глазами Всем Без различий Амок Который Получит Самое Высокое Положение Хотя Был Абсолютно Недостоин Должен Называться Браманом Не стал Браманом В полной Мере Обладающим Необходим Качествами Невозможно Постичь Духовную Науку Настоящий Браман Никогда Не питает Недобрых Чуд К Вишнавам В противном Случае Он считается Неофитом Философия Вишнавизма Постоянно Подвергается Нападкам Браманов И персоналистов Они Враждебно Относятся К Вишнавам Потому что Не ведут Истинной Цели жизни Однако Когда Браман Становится Вишнавом Противостояние Прекращается Если Браман Не стал Вишнав Он непременно Падет С уровня Браманов И так Здесь Прабхупада Говорит О зависти Потому что Иногда Они говорят Как можно Европейцы Или американцы Превратить Брамана Раз это Возможно Из Индии Браманы Прабхупада Преводит Читань Читам Суровые Комментарии Даже Критикуют Индийских Браманов Чтобы защитить Вишнав С этой Целью Когда Они Критикуют Вишнав Это плохо Когда Мы Критикуем Их Видите Рубав Делает Что Вишнав Должен Быть Защищен Любой Ценой Все Как бы Благосостояние Общество Развитие Прогресс Зависит Именно От Вишнав Не От Браманов Не От Ученых Браманов А От Вишнав Потому что Браманы Не Вишнав Они Всегда Очень Городятся И Станов Источником Причины Эксплуатации В мире Помните Вишнав Панишат Говорится Что Идет Путем Невежества Человек Идет Падает В ад А если Кто-то Культирует Так Назваем Знание Идет Еще Ниже Вот Об Этим Речь Идет Браман Не Преданный Культирующий Знание Он Передет Людей Еще Ниже Чем В ад Философия Моя Вад Услышав Ваше Читание Махапрабу И ощутив Его Прикосновение А Моха Который Лежал До этого На смертном Одре Вскочил С него Повторяя Свидоми Кришны Обезумев Этак Статической Любви К Богу Он Стал Самозапредно Танцевать То есть В одно Мгновение Холера Так Излечивается Имейте Ввиду Просто Прикасаетесь Груди Я говорю Повторя Харе Кришну И он Сразу Ускакивает Вот Господь Читание Мог Так Насцелять Конечно Это зависит От могущества Личного Как мы Даем Святое Имя Считается Что При этом Должны быть Могущественные Других Превращать Вашнавов Должны Все Обрести Такую Способность Проповедовать И все Будут Петенцевать В экстазе У кого Холера У кого Шизофрения У кого Развод У кого Болезнь У всех Проблем Но Нужно Просто Воспевать Харе Кришну Петь Танцевать Развод Пойте Танцуйте Праздник Развод Свадьба Такой же Праздник Пойте Танцуйте Рождается Человек Пойте Танцуйте Умираете Тоже Пойете Харе Кришну Пойте Танцуйте Какая Разница Это Вашнавская Культура При всех Обстоятельствах Она Трансцент Независимо От каких Обрядов Настроений Когда ушел Тамал Кришна Госвами Здесь В Майяпуре Это было Шанти Повар Привезли Вы сюда Была трагедия У всех Разбитие Сердца Были Все Ходили Когтей Все Не знаю Как что Случилось Все Когтей Некадили Здесь Это Было Время Фестиваля Майяпурская Я Подумал Как же Будут Саматви Укладывать Что Будет Спорождать Какие Церемонии Был Потрясающе Киртон Бенгальцы Пели Пролегали Танцевали Хайли Конечно Хайли Часами Вот Саматви Киртон Был Так Стояли Танцевали То же Смысл Совершенно Ином Смысл Жизнь Помогает Нам Понять Кришну Рождение Смерть Стало Счастье Несчастье Все Мы должны Пропеть Святое Имя При всех Этих Настроениях И мы сможем Понять Кто Такой Кришна Не Прерывая Возбивая И тогда Мы сможем Понять Что Разница Ни Для Души Ни Рождение Ни Смерть Ни Хорошее Ни Плохое То Что В гике Написано Так Мы Сможем Маха Со Смерть Одра Вскочил Стал Танцевать Все Превратилось В праздник На милости Господа Читание Срамбам Батычарь Танцуя Амока Проявлял Все признаки Экстаза Трепет Тело Слезы Ликование Цепенение Испаренную Дрожь Голоси При виде Этих Волнов Эстатической Любви Сечитание Маха Прабу Радостно Рассмеялся Вот Что Доставлял Му радость Когда Сердце Очищалось Где Господь Читание Сразу Радовался Господь Никому Не завидует Затем Амока Припал К лотосным Стопам Господа И Взмолился Ауся Милостивый Господь Пожалуйста Прости Нанесенное Мно Оскорбление Амока Не просто Попросил Господа Прощения Он Стал Бить Себя По щекам Приговаривая Этими устами Я ругал Тебя Но Мох Отдавал Себя Пощечину За пощечину Пока Щеки Не опухли В конце Концов Гапина Тачарья Прекратил Это Схватив Его За руки Сочетание Махапрабу Прикосновением Руки Успокоило Моху Он Сказал Я Люблю Тебя Неба Ты Зясарам Бам Батачарь Так Госпочитание Спасает Всех Член Нашей Семьи Мы бы Не просили Нихого Семьи Госпочитания И нас бы Закали Все Проклятые Очень Сложно Все сложнее И сложнее Становится Прощение Просили Достигать Мира Какого-то В конце Концов Невозможно Становиться Без оружия Становить Порядок Век Кали Все Вооруженные В доме Сарамбам Батачарь Все Очень Дороги Мне Включая Его Слух Служанок И даже Собаку Не говоря О членах Его Семьи Амокха Непрестанно Повторяя Маха Мантру Харик Кришна Никого Больше Не оскорбляет Дав Это Насовление Амокхи Через Читание Махаправу Направился Домой К Сарамбам Батачарь Войдя В Господу Сарамбам Батачарь Сразу же Прикоснулся К Володу Смастопам Господь Обнял Сарамбам И усадил Его Все Читание Махаправу Стал Успокаив Сарамбам Твой Зять Амокха Еще Ребенок Разве Можно Его В чем Винить Почему Ты Постишься И Почему Сердишься На Него Встань Омойся И Ступай В храм Чтобы Увидеть Лик Господа Удовольствие Я Останусь Здесь Пока Ты Не Вернешься И Не Пообедаешь Остатками Трапезы Господа Жиганадхи Ухватившись За локтусную Стопоч Сочетание Махаправу Батачарь Сказал Зачем Ты Вернул Амоку К жизни Лучше Б он Умер Сочетание Махаправу Ответил Амок Еще Дитя К тому Жон Тебе Как Сын Отец Не Принимает Правильности Сына Серьезно Особенно Если Сын Находится У него На Содержании Став Ващнавом Он Уже Искупил Своё Прегрешение И Теперь Ты Можешь Без Колебаний Обласкать Ему Все Он Ващнав О чем Ты Думаешь Ващнав Не Наказывают Вообще Никак Только Обласкают И Все Плохими Словами Если Нужно Иногда Отругать Это Все Это Все Гуру Только Словами Наказывает Ученик Сарамбам Батачаря Сказал Пожалуйста Мой Господь Отправляйся В храм Джаганадхи Омывшись Я тоже Приду туда А потом Вернусь Домой Тогда Сочетание Махапрабу Попросил Гапинадху Останься Здесь И сообщи Мне Когда Сарамбам Батачаря Пообедает С этими Словами Сочетание Махапрабу Отправился В храм Господа Даджаганадхи Сарамбам Батачаря Омылся И тоже Получил Дашин Господь А потом Вернулся Домой И пообедал Наконец Он поел Когда Ваши члены Семьи Не едят У вас Проблема Вообще Вы не можете Семесно Найти Братыш Наконец Он поел И Значит Все Хорошо С тех пор Моха Стал Вашнавом Непоколебимым Последователем Сочетания Махапрабу Он Вокстаре Танцевал Умиротворенно Повторял Святоим Господа Кришны Так Сочетание Махапрабу Являл Своей лилой Поистине Все Кто Видит Их Или Слышит О них Приходят В изумление Так Сочетание Махапрабу Наслаждался Прасадом В доме Сарамбам Батачарь Множество чудесных игр Это удивительная Особенность Лил Шичитане Махапрабу Господь Отобедал В доме Сарамбам Батачарь И благодаря Этому О любви Сарамбам И Господу Стал Известно Всем Есть Стих Интересный Тут Приводится Павпада Из Шакка Нирная Мрита Шакка Нирная Мрита Я Выражаю Почтение Амокки Бандиту Которого Шичитане Махапрабу Принял В круг Своих Привлиженных Благодаря Этому Амокка Всегда Была Охвачена Экстатической Любовью Голос Все прерывался От любви А волосы На теле Вставали Дыбом Теперь Мы Кланяемся Амокке В итоге Этой Главы Я Поведал Об экстатической Любви Которую Испытывала Господу Жена Сарамбаум Мать Шадхи Я Также Рассказал О милосердии Сочетания Махапрабу Которая Проявилась В том Что он Простил Амокке Его Прегрешения Господь Читания Поступил Так Потому Что Амокка Состоял Вратстве С преданным Амокка Благодаря Так как Оскорбил Самого Господа За это Он заболел Холерой И должен Умереть Поскольку Амокку Поразил Этот Недуг Он оказался Лишен Возможности Загладить Свой Грех Однако Сарамбам Бадачарь Его жена Были Очень дороги Господу Так как Амокка Был их Родственником Сочетания Махапрабу Простил Его Вместо Того Чтобы Наказать Амокку Господь Спас Его Всем Этим Амокка Был обязан Той Непоколебимой Любви Который Питал Сочетания Махапрабу Сарамбам Бадачарь Амокка Приходился Сарамбам Бадачарь Зятем И находился На его Иждивении Поэтому Не получи Амокка Прощения Кара Обрушилась Бы на голову Самого Сарамбам Косвенно Смерть Амокки Повлекла Бы за собой И смерть Сарамбам Бадачарь Любой Кто с верой И любовью Слушает Об этих Лилах Сочетания Махапрабу Очень скоро Найдет Придвижище Под сенью Лотосных Стоп Господа Молясь Лотосных Стоп Ши Рупа И ши Натхи Уповая На их Милость И следуя За ними Якришна Дас Рассказывающие Читань Чаритам Ритом Так Заканчивается Комментарий Бхакти Ведан Тих Пятнадцатой Главе Матхи Али Читань Чаритам Рит Как Писующий Как Господь Обедал В доме Сарамбам Бабачарь Мы с вами Прочитались Углаву Успели В день Гору Бурни Закончили Углаву Хотите что-то обсудить Кому не жарко Можете Сесть Ближе сюда Подвинуться Там солнце Можно сесть Ближе сюда Спасибо Вопросы Давайте Пожалуйста Когда получаем Посвящение Духовному учителю Мы можем сказать Что мы тоже становимся Семьей Ему Духовному учителю Когда получаем Посвящение Духовному учителю Можем ли мы Сказать Что становимся Его частью Семьи Да Это семья Несомненно Семья Где есть Духовный братья Сестра Духовный учителя Наш Как отец У нас есть Родословные От отца К дедушке К прадедушке В династии Существует Линия Господа Читания В конце концов Браме Это все Одна семья Родственники С Господом Брамой стали С Господом Читания Тоже По милости Правопады Это все Наша Духовная семья Это факт Как-то На Санкиртане Мне сказали Что Иисус Единственный Спаситель Потому что Он проливал Кровь За людей А Кришна Нет В том Таком Случа Можно Ответить Ну а Кто Послал Иисуса Проливать Кровь Почему Они Разделяют Эти вещи Он же Говорит Я И Отец Одно Видящий Меня Видит Послашивая Меня Он же От Бога Пришел Что За Странный Утверждение Один Гуру Махараш Сказал Если Мы Пройдем Все Ступени Пробуждения Увидим Кришну Лицом Клицу О каких Ступенях Пробуждения Говорит Сам Тамагуна Раджагуна Сатвагуна Освободиться Нужна Всех Это Одна Из Точек Зрения Пробуждения Глубоко Душа Спит В невежестве Глубокий Сон Называется Невозможно Его Отличить От Реальности В Глубоком Сне Это Невозможно В Страсти Он Иногда Чувствует Что Что В Жизни Не То Как Спящий Чувствует Что Что Кажется В Комнате Как То Холодно Что Ли Похоже Извне Какая-то Проблема Мой Сон Проникает Какая-то Проблема Существует Что То Еще Есть Кроме Моего Сна Сквозь Он Наверное Даже Слышит Какие-то Звуки Реальности Какие-то Сентименты Ощущает Какую-то Любовь В этом Мире Может Иметь Или Чести Стремиться Или Пославиться Стремиться Это Вот Какие-то Тонкие Сентименты Проникающие В Страсти В Благости Он Уже Живет Духовной Энергией Но Для Себя Это Тоже Еще Сон Он Уже Знает Что Все Что Снится Ему Сейчас Это Нереальное Значение Он Не Придает Не Боится Когда Что-то Страшное Происходит Что-то Приятно Не Привязывается Что-то Знает Что-то Сон Он Уже Слышит Реальные Звуки Но Не Встает Он Еще Не Слышит Кришне Поэтому Он Снова Засыпает Чискак Снова Страстный Верстак Вращается Живое Существование В этих Трех Измерениях Состояния Из Благости Самое Трудное Что Самое Трудное В Благости Все Легко Изучать Веды Легко Медитировать Легко Быть Благосестивым Добрым Все Легко Но Одна Вещь Трудная Отдать Все Это Кришне Все Свои заслуги Весь Свой Разум Все Свои Знания Это Очень Трудно В Благости Сделать Не Общаясь Чистым Преданным Невозможно Благость Человек Требует Уважения Почтения Наслаждается И так Он Снова Заражается Страстью И засыпает Поэтому Когда Эти все Три Препятствия Устранены Тригуна Материальной Природы Человек Может Увидеть Кришну Лицом К лицу Браман Является Самым Большим Препятствием Благости Пересечь Очень Сложно Ловушка Последняя Ловушка Майя Говорит Самая Трудная Есть Ощущение Что Мы Одна Большая Семья В общении Сердце Само Открывается Каждому Преданному Иногда После Общения В сердце Чувствую Счастье А иногда Наоборот Подскажите Пожалуйста Почему Как Быть Когда Вы открываете Сердце Недостаточно Вашей Любви Для этого Нужно Убедиться Что Есть Доверительные Отношения Доверие Любовь И доверие Для общения Два Фактора Нужны Если Любите Всех Это Нормально Но Не будьте Наивными Также Должны Убедиться Что Есть Доверие Для того Чтобы Было Понимание Когда Вы Делитесь Счастье Счастье Есть Также Какие-то Моменты Чисто Личные Это Личные Они Не Оцениваются В шастрах Как-то Может Вам Сон Приснился О Кришне Кришна Пришел 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 Во сне Что-то Сказал Или Гуру Пришел Во сне Что-то Сказал Что-то Такое На Тонком Уровне Что-то Такое Знаете Затирическое Вы Чувствуете Это Держите При себе Большую Часть Не Думайте Что-то Авторитетно И Согласовано Это Личное Личное Ваше Ощущение Сентимента Которое Вдохновляет И поддерживает Сейчас Это Еще Ни О Чем Не Говорит Это Просто Некая Вдохновляющая Сила Внутри Если Вы Думаете Что Именно Это Сокровенные Вещи Начинаете Всем Говорить Об этом Рассказывать Вас Не Будут Понимать Другие Может Полностью Можут Подумать Что Вы Себя Выше Други Хотите Поставить Таким Путем Имея Такой Опыт Что Еще Ну Могут Понять По-разному Поэтому Мы Это Держим При Себе Есть Ну Я Кришне Да Часто Не то Что Теперь Мы Всем Рассказываем Что Ко Мне Лично Кришна Приходил И Сказал Знаете Что Такого Гити Нет В В Шима Бхагава Там Такого Нет И Прабхат Такого Не Говорил А Вчера Мы Сночи Слушали Историю От Духовного Учителя Браман Пришел В дом Джаганат Мишри И Готовил Там Для Шалограма Гапала Немая Все время Переходил И Ел Подышение Портил Все Он Ребенком Был Если Ребенок Съедает Время Подышение Что Салтаря Берет Съедает Все И Скорнено Выбрасывается Трижды Выбрасывали Пищу Как Его Не Прятали Как Не Кричал Джаганат Миша Он Все Появлялся И Съедал Что Это Браман Уже Ночью Когда Все Уже Спали А Его На самом деле К соседям Кто-то Увел Он Как Все Рано Пришел На Алтаре Сидит И Браман Обессилевший Сказал Ну Почему Ты Приходишь И Все Портишь Ты Хоть Маленький Ребенок Но Уже Несколько Раз Ты Слышал Как Гневались Твои Родители Что-то Нехорошо Неправильно Зачем Ты Все Это Снова Делаешь И Что Ответил Немай Ты Меня Сам Зовешь Постоянно Вот Я Прихожу Что Все На Мне Сердись Сначала Ты Меня Зовешь Потом Меня Прогоняю Я Ничего Не Могу Понять Кто Зовут Кто Прогоняю Кто Зовут Кто Прогоняю И Потом Признался Ему Что Ты Много Жизни Совершал Предное Служение Поэтому Я 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 Брамана Была Истерика Духовная Он Стал Кричать Как Сумасшедшие Имена Громко Ночью Стал Брал Татри Сдал Вымазался Так Даже Когда Пришел На этот Шум Что Случилось Брамана Весь В просаде Но Господь Читая Сказал Ему То Что Ты Увидел Ты Не Должен Говорить Никому Пока Я Не Уйду Из Этого Мира Скаж Умрешь Это Для Тебя Лично Не Надо Это Распространять Есть Чистая Вещь Индивидуальная Если Это Вдохновляет Предного Хорошо Для Меня Но Это Не Значает Нет Я Не Должен Думать Что Я На Таком Уровне Поэтому Здесь Будьте Осторожны Когда Хотите Делиться Чем-то Таким Подольным Да 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 Продолжение Продолжение Ситуация В которой Предный Возвринял Мои слова Как Оскрабление И Очень Обиделся На Меня Я Пытался Извиниться Но Видимо Сделал Это Не Искренне Поскольку Есть Действительно Не Понял На Что Человек Обиделся Моя Гордость Но Это Очень Хорошая Проданная Дорог Мне Это Напомнила Мне История С группой Госвами И храмом Что делать Как Искренне Извиниться Ну Искренне Извините Просто Еще раз Скажите Откройте Сердце Что На самом деле Устроен Я Что Так Случилось Что Я Глупость Сказал Какую-то Волей Не Волей Ну Прости Ты же Ваш Если Не Простит Он Не Ваш Нам Это Испытание Для Нем Он Должен Простить Если Ночнее Сколько Можно Обижаться Кто знает Пять минут Не Можно Сократить До трех Минут Нормально Хватит Три минуты Достаточно Для обиды На лекцию Говорили Что В отсутствии Внутренней силы Если Я не буду Жизненной силы Развиваться Невозможно Если Чувствуется Упадок Жизненной силы Как ее Восстановить По-разному Иногда Нужно Ити К доктору Иногда Просто К астрологу Чтобы Поставить На место Есть Разные Методы Как Жизненную силу Поднять Например Это Называется Настроение Плохое Настроение Стало Моей Привычкой Природой Когда Вас Настроение Что Нормально Все Хорошо Но на самом деле Это уже Вошло Вглубь И вы Уже Всегда Такое Болезненное Состояние Это Труднее Сделать Вернуть Такого Человека Жизнную силу Но Если Просто У вас Иногда Расстройство Какой-то Усталость Или болезнь Пришла Это Можно Поправить Старайтесь Сберечь Свою Психику Поэтому Надолго Не Обижайтесь Изучайте Шастры Изучайте законы Бога По которым Мы живем Попытайтесь Проповедовать Своему Повторяйте Святое Имя Восстанавливайтесь Постепенно Нам Нужно Время Проблема Ума Это Долгое Время Занимает У каждого Есть В уме Проблема Он Наш Враг И Немало Время Потребуется Чтобы Укротить Сначала Нужно Напугать Его Хорошенько Ум Прежде чем Он станет Послушным Знаете Чем Нужно Напугать Его Что Он Боится Боится Смерти Вшанстве Говорят Временно Живем Это Долгое Да Чуть Послушаем Немножко Послушаем Философию Тоже Нужно Потому что Временно Живем Или Он Видит Что Кто Умер Надо Почитать Багалагит Кришна Кришна Страх Страх Пугает Его Каждый День С утра Умрешь Скоро Умрешь Читая Багалагит Умрешь Скоро Вот Еще День Прожил Еще Скоро Умрешь Сколько Тебе лет Так что Скоро Умрешь Голова Седа Умрешь Скоро Уже Память Плохая Скоро Умрешь Умираешь А потом Читайте Мантру И Все Будет Лучше Невозможно Не приняв Этот момент Смерти Стать Философом Руба Говорит Невозможно Все Философы Прежде всего Должны признать Что Жизнь Временно Помнить Об этом Но Друг другу Не говорите Об этом Хорошо Себе Говорите Друг другу Не говорите Себе Только Себе Про себя А что В другом Подходит Что Ты постоял Скоро Умрешь Это означает Что Человек Вас Ненавидит Он В вашем Теле Он Душу Вашу Не Видит Он Вас Оскорбляет На самом деле Или Подходите К воздушной Личности Ваш Как Ваше Здоровье Клой Ему Это Так Не Нравятся Такие Вопросы Закони Меня Принимают Как Вариндауне Увидел Шаварам Махараджи Тогда У него Была Очень Серьезная Проблема Со здоровьем Тяжелый Случай Был Не Мог Даже Петь Киртаны Он Был Там В доме Гавина Махараджи Он Киртаны Пел Гавина Махараджи Сговорил Что К нему Не Подходите Вопросы Не Спрашивайте Ничего Просто Почтение Выражайте И все Не Не Беспокойте Но Он Вышел Все Таки Побыл На Киртане И Стоял Среди Предных Так Смотрел На Предных Я Все Таки Подошел И Он Был Такой Слабый 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 Я Подошел Спросил Махараджи Как Вы Чувствуете Что Случилось И Он Знаете Такой Смиренный Смиренный И Видно Да Ему Даже Трудно Сказать Слово Какое Слабое Я Сказал Джай Вот Такая Жизненная Сила Вот Это Жизненная Сила Вот Она В Кришна Лили Сарабама Батачаря Это Мне Нужно Напомнить Кто-то Помнит Сарабама Батачаря В Кришна Лили А Бог По-моему Там Без Связан С С С С С А Джатила Ликутила Что-то Да Я Слышал Такой Там Ок А С Нужно Вспомнить Никто Не помнит Тоже Бреха Спать Мудрец Среди Болубогов Так Сейчас Апаратуру Буду Забирать На Другое Мероприятие Вот Здесь Мы Закончим Шла Прабхупад Ки Шла 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 Горопурним Махот Самаха Махот Савакхи Шла Харе Кришна Харе Кришна Жван Штан Чантра Пабхути Шла 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 Продолжение следует...